Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не могу разобрать, зачем мужчина мне такое пишет. Попытаюсь объяснить, год назад, когда разводилась с мужем, появился коллега с работой, которому, как казалось, я небезразличный, он в меня влюблен. Начал ухаживать, дарить подарки, цветы и помогать в бытовых моментах. У меня к нему нет и не было никаких чувств, о чем вначале я ему прямо сказал, иначе получился ответ, и только не мешая, и мне все равно. Так шли месяцы, он добивался меня, и как-то постепенно стал оставаться у меня под как-либо предлогом, что дома воды горячей нет, у меня аллергия на краску, а дома подъезд ремонтируют, то что-нибудь еще. Я, добрая душа, разрешал ему оставаться, тоже со своей выгодой, не так скучно одной перешить, теперь еще и переживать развод, и потом что-то делал в мужской части работы. Честно, что не говорилось, что ничего нет между нами, и я это бы не назвал отношениями. Какое-то время он жил у меня, но потом я поняла, меня стали напрягать какие-то в нем действия слова, например, я же тебя содержу, ты живешь за мой счет. Из всего содержания покупаю только продукты, иногда и пару раз в свое время попросила денег на маникюр. Я работаю за квартиру продуктов, вещи плачу сама. Так постепенно стали встречаться только по выходным, а самое время он живет у себя. Сейчас он, как достроился, боится одним словом, пишет мне мама, мне намекают, чтобы я к тебе приехал, но не знаю, как под мамой, что я тебе не нужен. Сам, конечно, не побегу, но если призовут, то пойду, так как тут я не нужен. Зачем написать такие слова, чтобы я чувствовал себя виноватой, когда его призовут, или разрешить ему приехать к себе. Я очень эмоциональный и чувствительный человек в этом плане. Ну, смотрите. Во-первых, хочется как-то спросить вас о том, а вот неужели из того, что вы написали, вас интересует только то, зачем он вам это пишет. И, собственно говоря, а что изменится? Что изменится, если вы узнаете, для чего он вам это пишет? То есть, ну, серьезно, что изменится? То есть, ну, вот вы будете, например, знать, допустим, что он написал вам это с целью вызвать у вас, допустим, чувство вины, ну, к примеру. А, и что дальше? Ну, то есть, вот теперь вы знаете, что он хочет вызвать у вас чувство вины. И? То есть, как бы, и что дальше-то? То есть, что для вас меняется, если вы знаете это теперь, например? Поэтому, на мой взгляд, как мне кажется, вам бы больше стоило бы, на мой взгляд, интересоваться не этим, а другим. А именно тем, как вы в этой ситуации в целом оказались. Потому что, если сказать, что вы в этой ситуации оказались случайно, то это была бы неправда. Вы не случайно в этой ситуации оказались. Да, на данный момент вы переживаете развод. На данный момент. И на данный момент вы находитесь, ну, в таком своего рода кризисе, так скажем. И этот кризис, так скажем, вами проживается так, как вы умеете его проживать. А умеете вы его проживать вот, ну, допустим, допустим, опираясь, там, условно говоря, на другого человека, да, к примеру. И, на мой взгляд, ваша задача заключается в том, чтобы учиться, ну, не учиться, а чтобы прожить развод, который, судя по всему, дается вам нелегко. Вот. Проживать его лучше с психологом, но никак не с человеком, которому у вас нет сил, используя его просто, чтобы было не скучно. Потому что человек отзеркаливает вам то, что вы транслируете ему. А именно, человек в данном случае отзеркаливает вам по факту ваше собственное к нему отношение. То есть вы его используете, он вас использует. Вы его используете со своей стороны, он вас использует со своей стороны. Вот. И, соответственно, да, здесь манипуляции, потому что не только вы знаете, что вы чувствительны к, ну, вот, к чему-то. То есть это знаете не только вы. Это важно понимать. Что это знает и он тоже. То есть, ну, мужчина. Мужчина это тоже знает. Мужчина тоже знает, что вы чувствительны к определенным моментам. И, соответственно, да, он этим пользуется, надеется вызвать его чувство вины и надеется, как бы, что вы его, вот, к себе, значит, позовете и его проблемы решится. Ну, правда, от повестки, конечно, его не спасет, то, что он, например, приедет к вам. Вот, повестка-то найдет его, найдет его где угодно. Вот. Но, тем не менее. Вот. Поэтому, да, это вот чувство вины. Еще я бы, я бы выделил в качестве какого-то такого вот, знаете, полусамостоятельного элемента, да, я бы выделил то, что вы не очень хорошо, на мой взгляд, чувствуете свои личные границы. Ну, вот эта проблема, опять же, на мой взгляд, на мой взгляд, это вот проблема, как мне кажется, проблема. Ну, вот. И, соответственно, проблема личных границ нужно решать, чтобы вы как-то себя не предавали, чтобы вы как-то вот, ну, себя, значит, ценили и так далее. Но, то сейчас, сейчас, как бы, вы этого явно не делаете. Вот, явно. На данный момент вы этого не делаете. Если у вас возникает чувство вины, то, само собой, с этим нужно работать. Чувство вины – это подавленная злость. По сути. Вот. Ну, и в целом чувствуется, да, что вы не привыкли быть одно, что вам тяжело быть одно, я вас прекрасно понимаю. Да, вот, но экологичнее было бы все-таки с психологом это проживать и с психологом как-то вообще через это проходить. Вместо того, чтобы вот пользоваться людьми с не слишком, скажем так, не слишком хорошими намерениями в данном случае. Ну, в данном случае. Это не слишком хорошее намерение. Давайте вот как-то признаем честно, что это намерение не самое лучшее. У него, по крайней мере. Да, у него, для него это не самый лучший намерение. Вот. А, как-то так. Как-то так. То есть, меня вот лично смущает то, что вас интересует вот только то, для чего он вам это пишет, зачем. То есть, вот именно проблема в том, что вас интересует только это. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать на с тобой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok